Особое внимание в нашей школе, конечно же, уделяется патриотическому воспитанию. Ни одно занятие без патриотического воспитания у нас не проходит. Целая система налажена, уже начиная, наверное, лет 6, это точно, что я помню, серьезной, серьезной работы. Одно из таких интересных направлений было у нас в том году, это мы приняли участие в «Живые голоса войны» 2015 года. И вот одной из живой легенды это у нас был Семен Кузьмич Дебелов. Девочки задавали ему вопросы, пробовали себя. Им просто хочется узнать как можно больше, как приходилось нам на войне. Это наиболее постарше, с кем я встречаюсь, тем те интересуют уже более другие вопросы. Те вопросы, а как вы начинали, с чего начинали и так далее. И дальше вот командовая чеки и так далее. Мы поставили второй ножок, потому что мы сегодня встретились с Семеном Кузьмичом Дебеловым. Второй раз. Школьные музеи дают очень важную и очень большую пользу в дальнейшей жизни наших школьников. Речь прежде всего идет о чем? Что ребята, обучая в школе, уже знакомятся с целым рядом не только преподавателей, а и учителей, учеников, отличникам и так далее. Они, ну целую историю, история школы, главная это цель. Вот благодаря этому они уже многое, многое понимают. В нашей экскурсии мы начнем с организации школы. Там в стенде мы можем увидеть, как наша школа менялась. Раньше наша школа находилась в бараке. Здание, которое у школы сейчас там музей, раньше это была школа. Мы хотим рассказать о учителях, участниках Великой Отечественной войны, которые у нас работали. Анатолий Аронович Осинурский. Раньше он в этой школе работал учителем изобразительного искусства. И технологии. Да. Семен Кузьмич Дебеловый, которого мы уже знаем. Да, это живая легенда. Он был директором этой школы. Затем также мы направили в четыре начальных классов. А потом он стал учителем физкультуры. Был еще Иван Иванович Маевский. Он в нашей школе преподавал уроки математики. Первый подарок дар Петру Григорьевичу Малышихину от моряков Северного плота. Он у нас работал учителем немецкого языка. Он служил на морском флоте. И его родственники подарили нашему русскому подарок. Вот эта вот вся часть предмета лежит. Именно в нашей школе, например, форма, предчатная машинка, глобус по географии. То есть предметы, которые использовались на уроках, которыми пользовались ученики и учителя. Такую форму раньше носили, то есть это вот пионерский галстук 1968 года. Брюки для мальчиков 1980 года. А хотели бы в такой форме сами ходить? Или вот вам нравится, как вы сейчас одеты? Ну, если честно, хотелось бы. Хотелось бы... Мне нравится, как я сейчас одеты. Мне нравится, например, вот эта форма. Мне нравится, например, пионерский галстук. Я бы хотела. 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 Я бы хотела.